Вопрос у меня такой. Я вот помните, ну с батюшкой разговаривал, он сейчас мне там, я вот описывал разговоры, что мы с ним, он говорит, я понимаю твою ревность, ты хорошо это делаешь, но я как нахожусь между наковальням и молотом. Вы наковальня, а молот патриархия, поэтому многие вещи я просто не могу физически делать. И вы знаете, я начал использовать вот это вот его разговор с теми, которые вот как бы считают, что я как бы в секте стал, и вы смотрите, как отец Евгений говорит уже о том, что я говорю. Ну то есть думаю, как бы все-таки привести к это самое, ну к сюда, в это нашу общину, правильно ли делали то, что я использую этот материал без его согласия. А какой материал-то? Какого материала-то? Это никакого материала и нету. Где он материал-то? Без него у нас материала хватит на тысячу лет вперед. Нет, отец, я неправильно мне это сказал. Я в том плане, что те, которые как бы обособленно ко мне относятся, что я там в секту в лес, там прочь, там в прелести, я им аргументирую, что вот смотрите, вот отец Евгений оправдывает меня, он говорит, что ты правильно делаешь, что ревнуешь. Но я, говорит, не могу ничего сделать. Если вы снизу не будете действовать и сверху не будет согласия, то ничего не получится. Я один ничего не могу. Я, говорит, покрестил в ржавой воде, пожаловались в патриархию, меня сразу же, говорит, тумаков наставляли. То есть я, говорит, единственное, что перевел с благочинным на русский язык, ну апостола читают, и с открытыми вратами служится служба. То есть мы нарушаем устав, ну как бы положение, то, что патриархия установила. Ну вот так вот. В принципе, как бы, ну не знаю. Я беру этот материал, чтобы мы с ним разговариваем, переписку, там разговоры. Я высылаю, говорю, смотри, вот как отец Евгений рассуждает. Он понимает, что действительно мы находимся в опасном состоянии, потому что надо исправляться. Вот все. Ну вот так вот. Думаю, насколько это хорошо, нехорошо в отношении его, то сказать, зачем ты вот это вот передал, кому-то сказал, там, ну те, которые в храме ходят, в наш, ну вот тут у нас, в Сибири. Я вот как-то подумал, думаю, что так спрошу, думаю, у вас совет как. Нет ли в этом какого-нибудь ничего плохого? Ну, видишь, как не рассказывай, что он правильно говорит, что его уберут, а у него семья, дети, ну и все, его уже не поставят никогда. Они же злобные. Вон какое писание говорит, Христа распяли даже первосвященники. И его не коммунисты, не фашисты Христа распяли, а боговерующие. Ну и он об этом и говорит, вот, как можно сделать, никак. Итак, тут надо так пойти или отдельно где-то регистрировать общину, выходить. Вот нам повезло, это как раз зарубежная церковь была. И мы это все уже и по-русски, и служба, и все считается, хотя по-церковно-славянски, но все библейское считается по-русски. Ну, тоже на три года нам запретили, и мы три года молчали, а потом пришло 23 мая, ровно три года, и мы сразу опять стали Библией. А теперь, и приезжает, когда митрополит, все считает по-русски. Все. Полная победа. Ну вот он что сказал. Я, говорит, плакал. В алтаре, я, говорит, читаю великопостную службу, я, говорит, у меня, говорит, ну он лучший из учеников, говорит, я вообще ничего не понимаю, думаю. Как же люди там стоят в храме, они вообще не понимают. А что я могу сделать? Я не могу сам по себе. Мне просто выкинут отсюда, и все. Вот так он сказал. Ну, на это надо пойти, и надо, вот как мы сказали, замолчать на три года. А тем более, на зарусский язык ходатайствовали. Никто это, а феофан затворник. Собор православной церкви. Где апостол Павел говорит, лучше пять слов понятных, чем десять тысяч непонятных. Десять тысяч. Все, алла-лакают, как на арабском языке мусульмане, и тоже стоят как щурки, ничего не понимают. Все ясно. Ну, в общем, в принципе, можно использовать вот это все. Ну, надо там на месте уже избрать, какой путь. Вот мы церковно-славянские, но все остальное по-русски. Псалмы считаются по-русски, Евангелия, Послания, Паремии, все по-русски считаются. И не как-то по-русски, а Библия, которая вышла по благословению Синодой и Патриарха. Ясно. Спасибо, Христос, все, не буду отнимать время. Аллилуйя, так не теряйтесь, продолжайте разговаривать с ним, скажи, как, сколько, высшестоящие органы позвоните, поговорите, напишите. Я могу вам материал скинуть на эту тему. Ну, я, понимаете, я ему предложил, говорю, Игнатий Тихонович, говорю, в принципе, как бы, ну, я его знаю, я это, ну, вижу, начинает уже как-то оттаять. То, что мне, вот, прелесть, сектор, эротист, ну, и что ты бурагодишь? Я 26 лет молился, и у меня ничего не было. А тут я с Игнатием, Игнатием, четыре месяца пообщался с его братьями, со всеми, и у меня живая вера. Ну, как, был слепой, а сейчас вижу, ну, вот я могу так сказать. Ну, был слепой, а сейчас вижу, и все. Вот ты что, не грешишь? Я говорю, сознательно нет. Вот, боюсь, просто боюсь. Ну, так смотрите, вы сказали как, вот, со слепым-то тоже так. Его Господь излечил, а они его прям доедали, доедали. Да родители спрашивают. А родители, да он в совершенных летах, его спросите. Почему, ответьте, да боялись, что отлучат, храм не пустят. Ну, вот я, знаете, мне все жалко, у нас тут бабушка, ей же 80 с чем-то лет. Ну, она такая вот, очень больная, ей надо и колбаску поесть, и все, поесть. Я говорю, вы понимаете, тело жалеете, а душу не жалеете. Вот, Александр, ты там меня вообще уже. Я говорю, ну, давайте я не буду говорить. Я говорю, люди говорят так, что друг, не тот друг, который медом мажет, а тот, кто правду скажет. Я говорю, я говорю правду. Ну, вот смотрю, начал немножко заслушиваться. Я говорю, вы поймите, вот времени-то мало у вас осталось. И что, вот это вот, причащаетесь каждую неделю, вы что думаете, от этого спасетесь? В осуждении будет. Ну, вот, не знаю, как вот, не нахожу. Я говорю, Господи, ну, положи мне такое на ум сердце, чтобы, то есть, слово сказать, чтобы не погибла. Вот она, вот, причащая, всю жизнь ходила, ходила, и, оказывается, у разбитого корыта. Вот такие вещи. Да, 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 да. Ну, Бог помощь, я могу вам скинуть материалы относительно русского языка? Да я считаю все, что вы скидываете. Я нахожу тут, у меня ролики постоянно, целый день слушаю. Я сейчас отработал на трассе, сейчас я дома. А вы помолитесь, чтобы мне Господь дал силу. Вот у меня сон, бессонный валит вовсю. Просто я много ж сплю уже. И мне, и главное, то, что постараюсь раньше встать, у меня же голова болит. Я думаю, ну, как бесноватая, точно, наверное, такое чувство, знаете. Ну, сейчас, думаю, понудил немножко, так вроде как проходит. А у вас книга моя есть к истинному православию? Отец, нет у меня такой книги. Ну, просто я сейчас уже как-то, я, в принципе, это нищебродный, у меня особо-то денег-то нет. Ну, ладно, сейчас поговорим, и в течение пяти минут я скину материал. Вы его просчитайте от корки до корки. И, батюшки, это перепиши, это осканируйте и дайте. Там будет называться «Ословие» о великорусском языке. Там всё сказано. Отхожу. Спасибо. Не отходите далёко. Сейчас, в течение пяти минут вы получите сокровище. Хорошо, я... Хорошо, я...